Добрый день! Декабрь месяц, погода немножечко меняется, то шторм, то мокрый снег. В это время на море можно попробовать половить с берега спиннингом глоссика. Рыбалка на еще одного обитателя морских просторов замечательно вкусного глося. Вот не внушительных размеров калкана, а как правило небольшого, очень шустрого глоссенка. Но бывают такие экземпляры, конечно, и посолидней. Давайте познакомимся с этим удивительным морским экземпляром, громко заявившим о своей прописке в море Азовском. Что говорят о нем рыбаки? А говорят, что это рыба, вкусная в любом виде. Даже если приготовить с его участием, конечно, изумительный душистый холодец, студень или заливное, кому что по вкусу. Посмотрим пример на места, где традиционно в городе Приморске ловят вообще рыбу с берега, с волнореза, спиннингом. Лакомый кусочек, конечно, всегда остается, это поселок Набережная. Вот от Арабки, от речи Кобиточной Соленая, поселок Набережная, туда до нового быта. И аж до МСК перед Косой. Само собой, сам заповедник Коса обеточен по всей ее длине. Стоянка автотурист, ну и, конечно, базы отдыха с их волнорезами. Да и по всему периметру пляжей города Приморска везде ловят рыбу. Борисовские кручи, Приморские кручи, Борисовские погранцы. И вот еще там добавилось такое замечательное название, берег Слоновой Кости. Тоже хорошее место, новая такая локация модная. Посмотрим, такие вот Приморские особенности, какие снасти на Глосика подойдут, как вообще он себя ведет под водой. Такой вот непрофессиональный взгляд на рыбку морскую. Как же все же достать его с дна морского, не имея такого особого опыта. Все же рыбалка это искусство, творчество, везение, талант, упорство, преданность, удача. Без этого никак. Все же несколько слов необходимо сказать о самой снасти. Сказать, что она простая, это просто рассмешить рыбаков. Каждая мелочь, рыбацкие принадлежности, снасти, приспособления очень важны. И мелочей здесь не бывает. Рыбак сам из своего опыта или подмечает у других какие-то тонкости, которые дорабатывает, подстраивает к местным традициям и особенностям берега. Вот если не вникать в способы монтажа, там узлы, прочие какие-то секреты, то самая, может такая, простая снасть наглосика выглядит вот так. Отрезок лески 60-80 сантиметров. На один край провязываем грузик. Форма любая. Удобнее, конечно, такая ракета. Можно просто провязать петельку, можно через карабинчик, вертлюжок. Если оборвет, то улетит и вертлюжок, и карабинчик. Грузик примерно 70-80, ну до 120 грамм. Такой вот тест. Дальше от грузика 5-6 сантиметров. Делаем петельку, ставим такой отвод. Отвод бывает 3-5 сантиметров. Затем поводочек, сантиметров 10-15. Крючочек привязать, узелочек смочить, зажигалкой кончик лески прижечь, чтобы не развязался. Отвод зафиксировать с топорочками. Можно установить яркие бусинки. Ну вот, чтобы был немножко люфтик, чтобы отвод двигался по леске. Затем на расстоянии 20-25 снова отвод. Бусинки, стопорки. Длина может быть разная. Поводка от 10 до 30 сантиметров. Следующий на 30 сантиметров отвод. Можно прицепить любую блестяшку. Чтобы дополнительно привлечь внимание глоссика. Поводок вот свободный до 30 сантиметров, чтобы он вольно лежал на дне. Можно установить на крючочек небольшой шаматик. Именно небольшой, чтобы он не поднимал вертикально вверх крючок с наживкой. Потому что глоссика калоша больше ползает по дну, по самому илу. И наверх глаза поднимает очень редко. Поплавок шаматик на небольшом удалении от крючка. Монтаж снасти леской 0,5-0,45. Поводки на шаг меньше 0,4. Крючочки до восьмого размера. И все это подсоединяет к лидер-шоку. Лидер-шок при силовом забросе принимает на себя все нагрузки, чем снижает риск разрыва лески. Ловится глосс в любую погоду. Конечно, если не сильный шторм, любит такой легкий накат небольшой, чтобы водичка была мутной. Ночью, днем, как повезет. Намели, глубже. Рыба тоже по ситуации. Рыба не стайная, одиночная, штучная, гуляет сама по себе, в стае не сбивается. Но если показала в каком-то месте, туда надо скидывать все снасти. Чтобы наживка была успешной и не отвлекала длительным процессом насадки, хамсичку-тюлечку нужно промыть, сажать ситечку-друшлачок на какую-то емкость, пересыпать солью обильно, пусть жир стекает пару дней. Затем это все вытащить, разложить, просушить, чтобы она стала как искусственная силиконовая, сохранив запах. Но по опыту сразу же соль и с собой на рыбалку мало кто возится с этим долго. Как наживка подойдет и креветка, и глоссик сам на сам хорошо показывает результат. Сама технология насадки-наживки на крючок тоже очень индивидуальна. Если тюлечка, то прошивает вот таким вот стежком, чтобы она виляла хвостиком якскаженно, условно говоря. Желательно в твердую часть нащупать позвонок, глазик, башка у нее прочная. Хамсичка же жирненько-серебристая, немного больше размером. Вот ее можно делить, зацепить сам хвостик, и эта русалочка, двигая хвостиком как веером, уверенно привлечет внимание глося. Хороший результат показывает наживка сам на сам, если порезать глоссика и использовать его как приманку. Глоссик ходит по дну в поисках корма. Плавно опускается, спокойно, ближе ко дну, заметив наживку, резко бросается, заглатывает ее, дергает снасть и подсекает сам себя. Старается активно работать плавниками, подымая облако ила и зарывается в песок. Поклевка не всегда бывает такой заметной. Иногда глоссик заклатывает наживку и старается затаиться. Да и сама погода может имитировать такую вот поклевочку, поэтому холостые перезабросы непременно бывают, имеют место. Вот для этого и солят хамсичку и тюлечку, чтобы она была упругая и не слеталась крючка часто. Он из-за своего немного странного, непредсказуемого поведения, делает процесс рыбалки интересным и увлекательным. Тащить его из морских глубин очень азартно. Он может мощно сопротивляться, упираться как бык, если крупный, и порхать как птица, показывая из воды свои глазища. Конечно, основное такое значение имеет погода. Ну и время суток тоже не очень предсказуемая ситуация. Ночью бесспорно клюет лучше, особенно на ранней зорьке. Бросать надо за узвал. Узвал это песчаная перемычка, песчаный перекат в море на расстоянии 30-60 метров от берега. Такая вот полоска. Иногда нужно бросить и на 90 метров. Отсюда и удилища должны быть мощные, прочные, длиной не менее 4 метров. И тест, то есть грузик до 100 и более грамм. С уверенностью можно сказать, что глось в море есть, ждет рыбаков. Частая шторма, непогода не дают комфортно порыбалить. Но в этом и есть та прелесть рыбалки, чтобы преодолевать трудности борьба со стихией. Кто кого море любит сильных. Глосик, который был у нас актером, отправляется в море домой, подрастать и набираться сил. А попадется или нет, это уже совсем другая история. Глосику счастливого плавания. Такой взгляд на море, любительский, наивный, но искренний и для вас. До встречи, авто, такт.